Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили за 3500 MT28HTC. Что за ПТ-шка такая сейчас будем обсуждать. Далеко не всех она устроит, но многие будут рады, если приобретут себе данную машину. Я больше чем уверен, что в комментариях найдутся ребята, которые напишут, что их машина очень даже устраивает. Я был крайне скептически настроен в отношении данной машины, когда приобретал. Я брал эту машину вместе с Super Hellcat в одном наборе и тогда брал исключительно ради того, чтобы обзор снять. Но когда я покатал на данной машине, она реально перевернула мое сознание. Что касается того, что положили в наборе. Есть камуфляж, он красивый. Я не буду спорить, он действительно классный, симпатичный, переливающийся, в довольно таки интересном стиле прорисован. Но все-таки, ребят, в легендарном каму она бы смотрелась, эта ПТ-шечка, гораздо лучше. Обратите внимание на внешний вид именно в легендарном виде. Действительно, машина имеет какую-то такую, знаете, изюминку, которая отличает ее от других машин. Когда же вы оденете этот фиолетовый камуфляж, я думаю, что вы не сильно будете выделяться из толпы. Но это мое скромное субъективное мнение, напишите свое. Я же был очень доволен, что мне к 28-му дали еще все-таки легендарный камуфляжик тогда. Есть аватар, но он не анимированный, место в ангаре и открытое все оборудование. Я бы сказал, не густо. И, честно говоря, вот такой вот наборчик, с учетом отсутствия легендарного камуфляжа или каких-то дополнительных плюшек, или хотя бы анимированный аватар, а не обычный, или может быть там хотя бы каких-то 3 или 5 дней, ну пускай 7 дней вообще в идеале было бы, према-ккаунта. Тогда да, 3,5 тысячи абсолютно адекватный ценник. Стоит ли в таком виде машина своих денег? Здесь вопрос у нас остается пока подвешенным. Что касается характеристик. В свое время машина была апнута, ей подняли все, что действительно мешало ей жить, но у ребят игроков осталось предвзятое отношение к ней, потому что они помнят ее еще в предыдущем своем виде и в предыдущих своих возможностях. Крайне унылая подвижность, ужасно поворачивающийся ствол. Короче говоря, одни сплошные недочеты. Именно поэтому Т-28 и HT-7 все не взлюбили, но и до сих пор не любят. Хотя, ребят, я думаю, что это не совсем на сегодняшний день справедливо по отношению к ней. Что касается орудия. Время сведения и разброс на 100 метров. Вроде бы цифры нормальные, время сведения немножко завышается здесь у нас, по крайней мере, на первый взгляд. Но их мы обязательно заценим с вами в бою, потому что на этой машине именно в бою и стоит вот эти цифры смотреть. Что касается и подвижности в том числе. Разброс. Как я уже сказал, он в принципе терпимый и нормальный. Как это играется, мы с вами увидим. Урон в минуту 2423 и порой он действительно реализуемый. Что касается времени перезарядки, им крайне комфортно, но у меня стоит для этого еще оборудование, амуниция. И базовые значения, безусловно, похуже будут. Но поскольку оборудование вам изначально дают в наборе, то просто знайте, что можете довести до практически 7,5 секунд. Бронепробитие 190 единиц, достаточное на своем уровне. И против восьмерок, поверьте, вы будете страдать не из-за плохого бронепробития. Из-за чего будете страдать, сейчас тоже обсуждать будем. Средний урон 310 единиц. И в целом это комфортно. С таким временем перезарядки мне лично больше, чем достаточно. Углы склонения вниз минус 4. И вот это действительно абзац. Потому что отыгрывать на неровностях на данной машине очень сложно. Поэтому ищите площадки, на которых вы не будете прям вылазить на какой-нибудь бархан, а стойте где-нибудь плюс-минус вдалеке, по крайней мере, в жестких замесах против восьмерок. Потому что на передовую ехать вам, ну, крайне острым противопоказом. Теперь, что касается брони по данной машине. Она выглядит вот таким вот образом. И вроде бы все типа классно. Но, как многие знают, машина крайне легко пробивается. Даже не в эти верхние пыптыки, которые неизвестно почему в количестве трех штук здесь стоят. Короче говоря, бьется она вот сюда. Вот, ну, я бы назвал это плечами. Кто-то называет это сосками. Ну, короче говоря, у каждого свои названия. Вот сюда вот в плечи бьется машина просто на ура. С легкостью пробивается. Причем даже семерками. И даже если ты танкуешь, то в принципе тебе повезет только если ты поймаешь рандомный рикошет. Я имею ввиду именно в отношении плечей. Что касается вот этого переднего бронелиста. Что касается рубки. То здесь нормально, бодро все окей. Вот эти зоны действительно серые, когда вы целитесь в машину. И они действительно пробиваются. И самое фиговое, что когда вы отворачиваете орудием, то здесь становится еще больше. Поэтому, в принципе, бросая, допустим, в целую сторону сюда, даже если противник будет целиться, там, не знаю, вам в плечо, но снаряд пойдет не туда, куда ему хотелось, то все равно залетит тогда вот сюда вот в, как это правильно назвать? Рубка, не рубка, да? То есть, ну, в часть, короче говоря, поворачивающейся рубки, которая здесь есть или орудие. Бог его знает, как это назвать. Я думаю, суть вы поняли. Что касается всего остального, да, действительно, здесь особо веселых мест для пробития для соперников не будет. Но зачем они нужны, если вы бьетесь вполне спокойно сюда? Да, с фугасами тут немножко попроще. Если прямо кто-то захочет заморочиться, кинет фугас вот сюда, вот в красную зону, осколки залетят сюда, и будет ему счастье. Но зачем этим заниматься, если машина, в принципе, пробивается вполне спокойно вот сюда бронебойными? Ну, короче говоря, я не думаю, что кто-то будет сильно изощряться. Сзади полнейший картон, поэтому попцам не рекомендую кому-то поворачиваться. Я не буду смотреть на сравнительную таблицу по данной машине, потому что ее просто, в принципе, сравнивать не с кем. АТ-шка премиумная, ну нет, не сказал бы, совсем другой геймплей, там совсем другая пушка. Короче говоря, данная машина, не то чтобы она уникальна, просто ее тяжело сравнивать с другими машинами на уровне. Поэтому самым толковым, что может быть, это просто взять данную машину, взять встречный бой, ну и, соответственно, заброситься в каточку для того, чтобы посмотреть, на что она способна. Как я уже сказал, мое предвзятное отношение, оно в корне изменилось тогда, когда я приобрел данную машину уже после апа. И довольно часто я ее выкатываю из ангара именно тогда, когда мне прям вот нечем заняться. Для того, чтобы выполнять на ней какие-то боевые задачи, ну, возможно, возможно, такие боевые задачи, как знаки классности, допустим, взять. Но при этом вам придется очень-очень аккуратно играть для того, чтобы сделать максимальный урон за бой. Что же касается других позитивов по данной машине, это не, сказал бы, что фармер, потому что особого фарма машина не приносит. Это однозначно не какая-то там суперскоростная тачка, которая позволяет вам, ну, прям бодренько передвигаться. Я сейчас заехал против восьмерок, и, как я уже говорил, придется немножечко хорониться. Потому что против восьмерок беда данной машины не в отношении уровня пробития, а в отношении того, что если вы для семерок не представляете особой угрозы своей броней, потому что плечи у вас пробиваются, то представьте себе, насколько просто пробивать будут вас восьмерки. Вот в этом прикол данной машины. Как вы видите, едет машина с учетом того, что это довольно сильно бронированная ПТшка. В принципе, не сильно быстро, но упрямо, я бы так это назвал. Особого дискомфорта не ощущаю. Всегда, когда играю, в целом, больше остаюсь доволен подвижностью данной машины, чем расстраиваюсь из-за нее. Что меня действительно радует в этой машине, что, несмотря на отсутствие рубки как таковой, орудие, в отличие от многих других машин, действительно бодро классно... Стой на месте. Короче говоря, бодро классно поворачивается вправо-влево. Поэтому следить за соперниками и не доворачивать корпусом вполне себе даже комфортно. Углы склонения, как вы видите, не очень приятные. Вот сейчас я даже поставил себе голду и, как вы видите, тот же самый Т28 Дефендер для меня является неприступной скалой. Пробить я его однозначно не смогу. Можно, конечно, попытаться закинуть ему фугас под днище для того, чтобы ему там хоть какой-нибудь урон нанести. Но, не знаю, имеет ли это определенный смысл, исходя из того, что точность у данного орудия не прям белки в глаз. И к этому тоже необходимо быть готовым. В идеале, безусловно, данную машину отыгрывать на седьмом уровне. Потому что против восьмерок она куда-куда паскуднее отыгрывается. И действительно крайне часто бывают неприятные ситуации в бою, когда ты начинаешь отхватывать, а против них противопоставить тебе особо нечего. Так, прячемся за товарищем тяжелым танком. В целом, на коротких дистанциях, несмотря на то, что на средних и дальних дистанциях порой бывает такое, что снаряд улетает не туда, куда надо, то на коротких дистанциях, надо было сейчас не полностью свестись, было бы больше толку от этого. На коротких дистанциях, ребят, машина действительно отыгрывается вполне нормально. Так, ну я думаю, что товарища будут гонять наши тяжелые танки. Мне же, наверное, имеет смысл чем-то попытаться помочь здесь. Ну вот в такой проекции пробиваю, ну просто потому что нижний бронелист у него был задран. Соответственно, это был мой шанс. Так. Присоседимся и будем потихоньку насасывать урона, потому что, в принципе, это единственный способ в данном бою конкретно получить хоть какие-то результаты, которые можно будет плюс-минус заценить. Видите, я имею в виду количество урона, который вы можете набросать, но опять-таки будем делать скидку на то, что я вынужден сейчас отрабатывать на голдовых снарядах, ну и, соответственно, отправляюсь. Теперь смотрим на то, куда меня пробивали. Восьмерки пробивали меня абсолютно спокойно, как видите, в передний бронелист. Я не назову его верхним, нижним, это именно передний какой-то бронелист. И обратите внимание, оба плеча пробиты. Это то, о чем я вам говорил, что бить будут именно в плечи. И никуда, в другое место выцеливать вас абсолютно не имеет никакого смысла. Сейчас досматриваем бой. Обязательно запрыгиваем в следующую катку, для того, чтобы еще одну каточку скатать. Ну и будем подводить итоги. Ну что, ребят, бой закончился, победа. И спасибо большое нашему Эмилю в команде. Действительно, парень очень классно, ну или девчонка, классно отыграл. Короче говоря, 1800 единиц урона, один сделанный фраг. Но обратите внимание, я этот урон, безусловно, не ставлю в то, что машина заслужила данный урон. Конкретно в данном бою. Ну, либо я его заработал, потому что я разбирал спящего товарища. Но за вот такой вот результат, за третье место в команде по урону, 1800 урона, как я уже говорил. Мы с вами получаем, с учетом прем-аккаунта, всего лишь 68 тысяч. Но с другой стороны, обратите внимание, что пополнение боекомплекта у нас составило, грубо говоря, десятку. Таким образом, если вам повезет играть против семерок и голду вы использовать не будете, то в целом на фарм, грубо говоря, там в 80 тысяч за вот такой бой можно выходить. Почему я сказал, что машина не фармер? Потому что не все бои у вас будут вот такие. И во многих боях вы будете находиться где-нибудь здесь третий с конца, и ваша результативность будет совсем другая. Поэтому, ребят, машина, как для фарма, она должна быть плюс-минус равномерно успешная по боям, для того, чтобы вы действительно на ней могли косить себе серебро в свою серебряную копилку. Запрыгиваем еще в одну катку. Очень сильно надеюсь, что зайдем против товарищей своего уровня, потому что против восьмерок мне лично играть дискомфортно на данной машине. Почему же я считаю, что, слава богу, мы идем против семерок? Уже хорошо. Почему я считаю, что Т-28 HTC на сегодняшний день недооцененное? Просто потому что восприятие данного транспортного средства, назовем его так, восприятие данной ПТшки, оно осталось еще то, которое было вызвано всеми косяками данной машины, которые в большинстве своем, точнее по большей части, разработчиками были нивелированы практически к нулю. То есть, скудная подвижность? Нет. Уже на сегодняшний день не настолько скудная, как была раньше. Хреново отыгрывающееся орудие? Нет. Его тоже поправили, и орудие играется совсем по-другому. Короче говоря, ребят, машина не стала имбой, но стала существенно лучше. И если вы, в принципе, в поисках чего-нибудь эдакого, то данная машина, я думаю, вас порадует и устроит. Вот сейчас очень обидно было, что я не успел в товарища закинуть. Объедем, попытаемся набросать урона по ТТшкам, которые подставляют затылки. Я очень сильно надеюсь, что я успею это сделать. Так. Вот так вот в наглую заберем, просто для того, чтобы ствол минуснуть. Ну, просто потому что так будет выгодней для всей команды, если мы минуснем ствол. А не если мы кинем урона по тому же самому Зюто. Зюто, как его там правильно называть? Ненавижу эти, честно говоря, названия, которые фиг поймешь, как правильно произносить. Едем дальше. Просто-таки налегке сделали два фрага, но все-таки спасибо ребятам из команды. Блин, какой ты быстрый, Супер Хеллкэт. Кстати, машинка очень, кстати, даже таки неплохая. Очень, кстати, будет тем ребятам, которые любят подвижный геймплей, потому что машина имеет очень хорошее орудие и при этом, ребят, имеет обалденную, обалденную подвижность. Так, ну что, поехали. Стоять на месте смысла уже абсолютно никакого нет. Все четверо противников там находятся. Ждем Супер Хеллкэта. Спасибо ему большое за то, что добавил нам еще один фраг в копилку. Как я уже говорил, против Семерок чувствуешь ты себя абсолютно сухо, абсолютно комфортно. Никакие памперсы не нужны для того, чтобы, скажем так, бояться соперников. Короче говоря, играешь просто-таки налегке. И сказать, что соперники тебя не боятся. Семерки, а уж тем более шестерки, они тебя просто лютой ненавистью ненавидят, потому что ты для них крайне неприступная скала. Вот как мне был неприятен Дефендер, да, в предыдущем бою. Вот точно так же всем неприятен товарищ Т-28 HTC. Закончили бой, закончили победой. Обратите внимание, сделали 4 фрага. Подвижности на это хватило, орудия для этого тоже хватило. Точности, на удивление моем, сейчас тоже было больше, чем достаточно. Но всего лишь 1680 единиц нанесенного урона. При этом для победы я сделал немало. Я добирал стволы и, согласитесь, существенный вклад в результат всей команды. Теперь, что касается результатов по фарму. Я не использовал голдовые снаряды. Соответственно, я получаю 82 тысячи с копейками. С учетом того, что у меня есть еще, правда, бустеры кредитов. Но, в любом случае, то, что я говорил, остается неизменным. Машина однозначно не для фарма. Так для чего же она за 3500? Наверное, для того, чтобы периодически выехать в бой. И вот как в последнем бою, получить удовлетворение от самого процесса. Сказать, что данная машина является мега-результативной, что она действительно там для ребят, которые следят за статистикой. Нет, ребят. Если вы следите за своей статистикой, то Т28HTC, ну, навряд ли вам подойдет. Ни по среднему урону она вам не подойдет. Потому что вы порой будете просто не успевать подъезжать к замесам и нормально накидывать урон, особенно против восьмерок. И явно не подойдет для статистики побед, потому что хорошей статистики побед, прям выше 60% вы на данной машине не получите однозначно. А вот ребятам, которые ищут себе машину сугубо вот для кайфа, просто выехать не то, чтобы там бодро повеселиться, а медленно повеселиться, машина очень даже подойдет. У меня, по крайней мере, отношение к HTC абсолютно другое, чем то, которое было ранее. Это мое скромное субъективное мнение, напишите свое, ну и обязательно делитесь своим мнением в комментариях по любой теме видео, потому что это видео смотрят люди, которые хотят принять взвешенное решение и не только основываясь на моей конкретно субъективной позиции. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!